всем привет сегодня мы с вами будем делать мыльный символ 2019 года мыла свинку она у нас будет такой силиконовой форме вес готового мыла 92 грамма есть один нюанс нужно вытаскивать в три руки то есть один человеку так хорошенько разжимает а другой вытаскивает иначе можно обломать вот такой вот помпончик на шапке но если в принципе это случилось можно просто его приклеить обратно прозрачной основой без всяких красителей и вот такой свинюш у нас с вами должен получиться как выскакивает бы как бы свинка выскакивает из коробки здесь можно конечно немножко заморочиться помпончик сделать одним цветом сам колпачок другим потом вот здесь вот эту юбочку оберточку сделать опять сета например как помпончик и коробочку снова другим цветом но это будет сказать трудоемко заливать несколько слоев если у вас нет времени то можно сделать как сделала я то есть я залила шапочку с помпончиком одним цветом свинку соответственно другим и коробочку таким же как и шапочка а вот эту юбочку я выделила золотым перламутром для мыла и так давайте приступим здесь у меня подготовлено 70 грамм прозрачной мыльной основы которую мы сделаем сейчас бирюзового такого мятного даже не бирюзового оттенка а вот здесь вот у меня около 40 50 50 грамм тоже прозрачной мыльной основы и вот небольшие остаточки от предыдущего поросенка я не могу никак сориентироваться сколько именно мыльной основы пойдет на коробочку с колпачком и свинку и поэтому у меня немножко остается остаток я всегда беру лучше с запасом чем не снова наводить именно такой расцветки розового и что нам понадобится для этого еще это как всегда спирт диоксид титана краситель зеленый у меня это яркий малахит краситель розовый и еще отдушка у меня это будет морская свежесть и так растопливаем с первого на первого это прозрачную мыльную основу и таки растопила мыльную основу сейчас мы добавим диоксид титана можно использовать белую мыльную основу если не хотите позиции с ним теперь по капельке будем добавлять зеленый краситель и смотреть на оттенок который у нас получится у нас получился такой нежный мятный оттенок теперь добавляем отдушку и заливаем наш колпачок для этого мы раздвинем хорошо форму сбрызнем и пипеткой зальем спрыскиваем и закрываем если излишки какие-то потекут мы их потом с вами уберем все теперь ждем застывания кстати за кадром у меня находится кружка с горячей водой после использования пипетки пастера с мылом ее обязательно нужно промыть сразу теплой горячеватой водой чтобы мыло там не застыло и не забило пипетку потом это в принципе их исправляется также горячей водой но можно испортить пипетку раньше времени итак я разогрела оставшуюся розовую и прозрачную основу я краситель не добавляла потому что остатки предыдущего поросенка окрасили мою основу но если у вас прозрачная мыльная основа я добавляла яксид титана и немножечко вот этого розового пигмента и получился вот такой вот как сказать не пудровый но он нежно розовый оттенок и далее мы фиксируем резиночками нашего основания нашего поросенка выравниваем чтобы там все ровненько у нас сошлись стороны колпачок наш застыл и там внутри я уже процарапала вот такой вот шпажкой для кутикулы еще один нюанс при заливке вот этой вот формы есть в том что вот покажу вот сама свинка вот она будет верх ногами на одном уровне а часть спины чуть глубже находится и немножко вот здесь вот спереди чуть глубже она уходит поэтому заливать нужно сначала весь основной поросенок а потом вот здесь вот частички спины и пузико записываю и записываю флешка уже закончилась но я основную часть свинки залила теперь мы с вами будем сейчас заливать вот эту вот зону спинки здесь я уже процарапала вот здесь вот небольшая зона пузико здесь тоже капельку нужно будет залить сначала я ставлю вот таким вот образом под таким наклоном флешку поросенка сбрызгиваю спиртом и заливаю часть скажем так спинки уголок теперь нужно держать именно под наклоном чтобы оно не растеклось нигде по стенкам таким образом застыло эта часть уже застыла теперь мы разворачиваем другим углом и так же заливаем угол оставшийся и так же заливаем угол оставшийся ну вот и все здесь немножко у меня затекло это я быстренько сейчас шпажкой очищу процарапаю поверхность и соответственно дальше мы снова будем заливать с вами вот такой наш мятный слой это у нас будет коробочка свинки ну вот я убрала все подтеки процарапала поверхность и теперь я одеваю оставшиеся резинки дожидаемся когда мыло начнет остывать основа остыла теперь мы заливаем оставшийся слой все оставляем до полного застывания ну а пока мыло наше застывает на вот этом у меня готовом уже мылке мы сейчас делаем поросенку глаза здесь у меня на бумажечке небольшое количество черной акриловой краски здесь у поросенков очень мелкие глаза и заливать их отдельно цветным слоем мыла просто нет смысла просто может быть ничего не получится и не сцепятся слои и процарапать практически нереально и дотсом или тоненькой маленькой кисточкой мы наносим криловую краску на глазки и вот такие вот свинячьи глазки у нас с вами получились ждем застывания нашего мыла и будем покрывать вот таким перламутровым слоем ну вот наше мыло застыло и сейчас самый сложный момент это вытащить нашу свинку в две руки не повредив этот наш помпончик на шапочке так наверное я отключусь я буду придерживать бородой или носом и раздирать и потом вытаскивать не хочу заснимать этот процесс на камеру но делать это лучше в три руки один раздирает другой придерживает и когда уже хорошенько рассойдется форма вытаскивает мыло иначе можно отрывать этот помпончик в принципе его не так сложно приклеить но хочется чтобы оно осталось целым и у меня получилось достать целый помпончик теперь мы покроем его перламутром не обязательно дождаться высыхания мыла можно сразу покрывать а вот глазки прорисовывать лучше когда мыло просохнет здесь у меня перламутр серебро ну как бы продавался он как серебро но на самом деле он зеленый если добавить его в черный будет цвет хаки и в другое что-то добавить будет зеленоватый оттенок даже по моему учиться на камеру и тело лампы приливается не серебряным а зеленоватым хотя сам на вид порошок белый наносим на мягкую кисточку и начинаем помпончик прикрывать я сейчас даже увеличу вы поймете какой этот след и надеюсь видно что он отливает именно зеленцой и таким же образом мы покрываем юбочку часть упаковки сейчас она выделится на общем фоне уже не будет сливаться вот так вот юбочка у нас уже выделилась помпончик выделился для разнообразия конечно можно еще слегка наносим и вот здесь можно пройтись и выделятся наши звездочки на рисунке вот такой красивый отблеск получается у мыла конечно это смоется при первом же применении но для первого ах скажем так очень будет даже красиво такой новогодний подарочек перед упаковкой обязательно нужно просушить мыло хотя бы ночь ну вот и все вот такие синки у меня получились надеюсь видео мое было вам интересно полезно ставьте лайки задавайте свои вопросы и всем пока и всем пока 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 Продолжение следует...